Значит, Израиль. Сколько сейчас мне рассуждают о том, что сделал Израиль, ощущение какого-то театра абсурда, непонятности положения, зачем вообще Израилю это нужно, никого не покидает. Любой комментатор, который дает комментарий по этому, он не может объяснить глубинной сути, зачем Израиль сейчас накидывает на себя удавку, которая и так должна была быть на него накинута. Зачем он это делает? А все очень просто. Вот когда об этой удавке говорим, нужно знать, для Израиля приготовлено удавка. Когда рухнет Сирия, то начнется война с Ираном. Иран сказал, мы в первую очередь уничтожим Израиль. Хотим мы того или не хотим, но в Израиле уже давно поняли, что их готовят к последнему, финальному хавакосту. К решению естественного вопроса. Да, к глобальному решению еврейского вопроса. И готовят их глобальный преддиктор руками своей периферии. То есть Израиль, население, просто приговорено. Естественно, они начинают искать какие-то пути. Все обратили внимание. Пошли определенные трения с Соединенными Штатами, с Европой. У Израиля получается все меньше и меньше и меньше возможностей. Дальше. С Ираном не решиться. Израиль так или иначе все равно подлежит ликвидации. Потому что арабский Магриб подпалили. Первый враг у Израиля, вернее у всех арабов, это Израиль. Исторически, на протяжении второй половины 20 века, все арабы росли с сознанием того, что Израиль это враг, с которым надо воевать. У Израиля перспектива, ну просто вот все. Сейчас Сирию закончат, начнется операция по Ирану, Израиль ликвидируется на раз. Потому что везде, где сейчас идет арабская весна, приводят к управлению самые околтелые, самые такие... Исламистские такие, экстремистские такие течения. То есть, ну просто светские режимы заменяются, с которыми Израиль договаривался. То есть, ему не с кем будут договариваться. И Израиль в эту перспективу видит. У него задача сейчас одна. Сработать на опережение. Каким образом? Не допустить того, чтобы Сирия пал. А вы посмотрите, как за Сирию взялись после выборов президента Соединенных Штатов. О том, что это будет, прогнозировалось все. Значит, Израилу нужно разбить коалицию, которая выступает против Сирии. Как это нужно сделать? Элементарно. По отношению к Сирии вся эта Лига Арабских Государств выступает как противник. Но эта же Лига Арабских Государств выступает как союзник к Хамасу. И вообще к Фарху. К Организации Освобождения Палестины. А против Хамаса? Значит, ситуация такая. Если Израиль сейчас входит в конфронтацию с Хамасом, у Арабских Государств вопрос продолжать уничтожать Сирию или же переключиться на Израиль. Если Израиль ты сейчас пожалеешь, то это означает только одно. Что внутри каждой твоей страны, потому что даже высшие руководители, многие, не посвященные в большой сценарии глобальной, они не поймут просто того, почему братьев Арабов сдают Израилу, когда мы с ним столько воевали, и сейчас Израиль можно добить, а продолжают воевать против своих же единоверцев. То есть весь вопрос в этом. Если же они начинают воевать против Израиля в какой-то мере, то, во-первых, что получает в этом отношении Израиль? У него не до конца потеряно все связи с Европой и с Америей. Наработанное мощное информационное поле, когда на Израиль надо молиться, да? Вы видели, как Путин не успел сказать Ангеле Меркель про антисемитизм этих усирает, да? Как все, программа включилась. В Израиле, а единственная возможность, использовать эту программу, пока она работает. То есть, реально Израиль прекрасно понимает, большой войны, да и войны вообще, может и не быть. Но оттянув внимание на себя, он дает возможность Сирии разобраться с этими. Пока он разбирается с лигой арабских государств, пока они то, сё, пятое, десятое, да? Вот. Сирия домолотит, наконец, этих всех поставщиков, тем более курдов подняли, вопреки Соединенным Штатам. Курды уже начали турецкие воевать с Турцией. Вот. Курды сирийские на стороне Сирии, там, правительство Сирии, в общем-то, выступают. Иракские. Иракские курды. Вот. То есть, вообще, для них там становится неблагоприятная ситуация. Сейчас Асад устоял, государство Сирии устояло, значит, нужно сейчас просто помочь и отсрочить это. Используя все свои возможности. А здесь весь демократический мир вместо Сирии, понимаете, коллизия сразу встает. Что тогда Сирия? Почему арабский мир против Сирии? И почему против Израиля? Надо определяться будет сразу идеологически. Это очень серьезный маневр, который просто так не разрешит. Вот. Это все дает заминку. Очень серьезную заминку. И Израиль, естественно, пошел на этот конфронтал. Они пошли против ГП. М? Значит, против глобального предиктора Израиль пошел полностью. Но переиграть глобального предиктора, вот здесь вторая часть того, что происходит в Израиле. Так же есть ответ тоже. Этот ответ был заготовлен заранее. Израиль что думал? Он, когда какую-то операцию по собственным спасениям планирует, он думал, что информация из сверхсекретных штабов никуда не уйдет о том, что они планируют? Еще как ушла. Теперь смотрите, чем обстреливают Израиль, это, хамасовцы. Ракеты, ну, просто смешные. Они, ну, батон хлеба, знаете, да? Несет, ну, 50 грамм тротила. Вот. Это основное оружие, которое у них. Есть у них и более серьезное там оружие. Вроде как и этот, кто называется, Иран там поставил фарш пятен. Но это уже серьезная ракета. Высотой в 6,5 метров. Несет более заряд 140, где-то 160 килограммов тротила. Ну, серьезная летит на максимальное расстояние, куда она стреляет, на 75 километров. И некоторые, вот когда по Иерусалиму-то объявляли эти, кто они называются, предупреждение об ракетном обстреле, это обстреливание вот этими ракетами. Но, вся заковыка заключается в том, что все абсолютно ракеты запускаются, образно говоря, с колена, с руки. То есть, вы знаете, ставится эта тренога, на нее кладется ракета. И примерно так. Вон там находится Израиль, это самое, Иерусалим. Предельная дальность из сектора газа для этого фарш-5, да, как раз на излете этой ракеты. Но, даже при пуске с нормального станка, эта ракета, при дальности более 50 километров, у нее чудовищное отклонение. Попасть в цель по такой, как Иерусалим, запуская ее на 75 километров, ну, почти нереально, что и происходило. Ракеты рвутся где угодно, но попадают в сам город очень редко. И вот обратите внимание, о несерьезности всех этих палестинских ракет говорят укрытия. Вот их хорошо показали, когда люди там бегут и прячутся в этих укрытиях. Посреди улицы стоят бетонные блоки с бетонным перекрытием. И вот люди, когда забегают и прячутся в нее, но попадет там, скажем, килограмм тротила, она может устоит. Но 10 килограмм она схлопнется и предает всем, кто там стоит. Речь идет о том, что эти укрытия приготовлены под ракеты, которые даже килограмма не несут. То есть взорвется на крыше и все нормально. Другое дело истерика, которая там происходит. Так вот, глобальный предиктор ответил очень просто и незамысловато, Израиль. С опережением. Значит, непосредственно перед тем, как Хамасу начать обстрелы Израиля, которые, собственно, Израиле-то никакого ущерба бы и не приносили, там побывал имер Катар, который привез к Хамасу 500 миллионов долларов, одарил все руководство несметными подарками. Кому машину Мерседес, кому еще чего, там часы с браслетами, ручку там суперовую, чтобы подписывать акт о капитуляции Израиля. Вот, то есть все. И что произошло? Все, кто получил эти подарки, стали уничтожаться точными ударами израильской авиации. Ракеты прилетали именно туда, где этот человек. Иран тут же выступил с обвинением того, что эмир Катара всем подарил эти раннего маячки, которые на них срабатывают. А в чем здесь такая выката? Дело в том, что пока база штаба находился в Сирии, и вот эти вот командиры, они, в общем-то, замкнутые Хамасовские, были на Сирии. А после того, как события начались в Сирии, да, не в этом, гораздо раньше, да, все, постепенно управление переключилось на Иран. И здесь можно было регулировать определенные отношения с Хамасом. Где они чего начнут, где они продолжат, какие теракты там совершат, там, то есть как-то их держать в узде. Договариваясь с Ираном, которому тоже война не нужна. Теперь же руками израильтян уничтожают ту структуру, которая управляет вот этой массой. А придет на это место та масса, которая финансируется Катаром. То есть придут новые командиры, не иранские, потому что Иран-то туда не ездил. Там работали Катары, там Саудовская Аравия работала. Им нужно было просто освободить место под будущих командиров, которые будут запретены. И у Израиля сразу же стал вопрос. Ю, как мы в Литве-то? Нам срочно нужна наземная операция. Вот для достижения этой цели, для дезактивации Хамаса нужна наземная операция. А на Израиль как навалились, и все. Мирись и больше не дерись. Но тем не менее, то, что сейчас Израиль сделал, это очень серьезная помощь Сирии. И все последствия этого будут уявляться в последующем.